Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы продолжаем охотиться в игре The Hunter Call of the Wild в заказнике долина Юкона на Аляске. Прошлая серия, друзья, оставила максимально положительные классные крутые впечатления. Мы охотились на местных уточек под названием Каменушки. Охота у нас удалась, очень много трофеев, мы с вами оборудовали 4 утиных места. Обязательно посмотрите, кто не видел, и друзья, опять же, всем рекомендую, бросайте все, сейчас и бегом на Аляску, бегом фармить на уточках, пока уточек много, пока они работают, потому что разработчики, известные ребята, все мы знаем, как они могут нам немножко здесь подпортить охоту, особенно на уточек, гусей и так далее. Поэтому обязательно сейчас фармите уток, они работают очень хорошо, их много, они постоянно прилетают на приманки. В общем, в прошлой серии мы с вами все это видели и не раз. В этой серии мы также продолжим охоту, я за кадром выполнил здесь задание, которое к охоте не имеет отношения, починил ретранслятор и приехал вот в этот опорный пункт, нужно было сфотографировать вот этот мост. Ничего сложного, подошел, включил фотоаппарат, сфотографировал, все задание засчиталось. Мост на самом деле какой-то шикарнейший, размеры колоссальные, гигантские какие-то. И мы с вами, друзья, обязательно посмотрим этот мост поближе. В этой серии мы с вами... Жесть какая, кто-то потнул прям совершенно рядом со мной. Подождите, подождите, нужно срочно нам под елочку спрятаться. Неизвестно, кто тут может быть. Ну, с таким топотом обычно, если мне не послышалось, с таким топотом обычно медведи передвигаются. Здесь медведи довольно грозные хищники. И в этой серии мы с вами как раз под этим мостиком поохотимся. Говорят, ходят слухи, друзья, что под этим мостиком водятся медведи. А нам как раз он нужен для задания. Добыть медведя на золото. Хорошо. Давайте сейчас потихонечку начнем спускаться вниз. Чтобы не расшибиться здесь ненароком. Внимательно смотрим. Вроде бы спуск достаточно пологий, но кто его знает. Сейчас как понесут ножки. Ой, как пойдут в пляс, друзья. Как сказал когда-то Джек Воробей, за мной по пятам ходят камни. Потихонечку сейчас спустимся к этому мостику. Осмотрим, кто там есть. Но, насколько я помню, насколько знаю, и в одном из роликов на ютубе как-то набрел тоже на чей-то ролик по охоте. Как раз под этим мостом вдоль реки очень-очень много всяких медведей, друзья. Ну и не только. Посмотрим, кто там есть. Охотиться будем, конечно же, в этой серии на разных животных. Попробуем повыполнять задания. У нас есть волки из лука. У нас есть обнаружить бизона и карибу, по-моему. У нас есть добыть самку бизона. Попробуем в этой серии все сделать. Так, посмотрите-ка. У нас с вами неплохой экземплярчик лося здесь прошел. Где-то в том направлении. Очень интересный момент. А ну? А вдруг? Так, знать бы, когда он прошел. Этот момент на самом деле важный. Я бы сейчас не прочь взять лося. Трофей хороший. Тем более, по-моему, по ощущениям, по весу четверочка, мне кажется, прошла здесь. Так, ладно. По большому счету, для этого нам нужен помет, чтобы его... Чтобы понять, когда здесь этот лось был. Сейчас как-то не очень хочется этим заниматься, поэтому давайте спускаться еще ниже. Посмотрим. Какие здесь места интересные, неинтересные, но думаю, что вполне себе. Так, у нас зона потребности. Лисы кормятся. Здесь лисичка у нас в определенное время. Нам тоже это все нужно, потому что лиса у нас также не добыта на золото. Поэтому запоминаем все вот эти вот лисьи зоны потребности, чтобы потом сюда, в случае чего, вернуться. Но здесь кормится самочка. Нужно было посмотреть. Кстати, на карте можно посмотреть, сколько и какие животные здесь бывают. Одна лисица. Так, стоп, это следы. Зона потребности. Так, зона потребности показывается, но по идее, по-моему, на ней должно показываться, сколько особей на этой зоне потребности. И посмотрите на этот гигантский мост. Огроменный мост. И если кто-то вдруг не знал, не слышал, стоп. Тихо, опасность. Впереди у нас с вами опасность в виде медведя. Я слышу, слышу, и вот опыт. Так вот, если вдруг кто-то не знал и не слышал и не видел в серии, по этой железной дороге передвигается вполне себе реальный настоящий современный поезд, друзья. Классный, красивый, интересный. Мы в одной из серий его видели. А у нас с вами наклевывается первый трофей. Причем он очень-очень близко. На всякий случай нейтрализатор. Это не обязательно, но лишним не будет. И стихли. Шаги затихли. Но это ничего не означает, друзья. Медведь может быть здесь рядом, поэтому продолжаем его манить. Тем более, это самец. Может быть неплохой сложности. Что будет означать выполнение нашего задания. Вот он пробежал впереди, внимание. Позиция неудачная, очень неудачная. Пригорок близко, практически непонятно, откуда он может выйти. И может получиться такая ситуация, что медведь выйдет в упор. Просто прям здрасте, а вот и я сделает примерно подобную нам историю здесь. Скорее всего, именно так и будет, потому что уже... Лисичка. Вот, лисичка сделал нам здрасте, а вот и я. Жесть, посмотрите, вот он, вот он. Гигант огромнейший. Берем, друзья, кстати, мы берем. Беспромеднельнее. Смотрим. Трофей добыт, отлично. Вы знаете, вот это да. Посмотрите, это был настоящий сговор. Это настоящее ОПГ. Действует на территории долины Югана, друзья. Лиса меня отвлекла. Медведь выскочил. Зашел сбоку. Ох, друзья, вот это да. Вот это я сейчас адреналинщика немножко хватану, потому что... Потому что я не знал, что он подойдет настолько близко. Я его ожидал немножко с другой стороны. Меня сбило с толку такой момент. Подсветился помет лисий. А у меня почему-то в голове было, что это медведь. Я почему-то подумал, что я определил медведя здесь. Сделал его следы активными. И подумал, что это он как раз с той стороны стал его ждать. Ну, получилось все, в принципе, так, как я, в общем-то, сказал. Будет ситуация, здрасте. А вот и я. Так, ну, неплохо. Счет размочили. Медведь у нас получился, по-моему, на серебро. Вроде бы, да. Пятерочка. Золотым не стал. Задание у нас не пикнуло. Не оповестило нас о том, что мишка золотой. Так, ну что ж. Ничего в этом нет страшного. Давайте сейчас все равно дойдем здесь. До берега реки. По пути определим следы. И поищем здесь еще какие-нибудь интересные трофеи. Медведь. Внимание, друзья. Медведь. Снова медведь. Вот он. Нет, это не медведь, это лось. Но там был еще и медведь. Так, на самом деле, это хорошо. Хорошо, что так. Поэтому мы с вами сейчас маним и того, и другого. И завыли волки. Которые нам тоже, кстати, нужны. Смотрим, выходит медведь, выходит лось. Вот они, два красавца. Шестерочка. Кстати, может, может получиться на золото. Берем раз. Смотрим, проверяем. Внимание. Бежит. Вот он, вот он, красавчик. Все, падает. Отлично. Трофей взят. Накал страстей, друзья. Не то, чтобы очень, но так, да. Мишек здесь достаточно. Густая растительность. Что может означать еще и нападение медведя откуда-нибудь из-под тишка. Смотрим. Снова серебро. Хорошо. Ничего страшного. Но посмотрите. Полуоболочечный. Я так их и не менял. Так и продолжаю с ними ходить. Пока мне все очень нравится. Полуоболочечный. Преспокойно берет. Медведя в одно легкое с близкой дистанции. Я думаю, что спокойно возьмет и со средней, и с дальней дистанции. Мы с вами это все дело уже проверяли. Манит меня немножко тот лось. На самом деле, я бы не прочь его добыть. Как далеко, интересно, он убежал. Можно, конечно, посидеть, его поманить. Так, что у нас со временем? Смотрим. 7.35. Поздновато я вышел. Нужно было часиков... Часиков с пяти. Наверное, начинать. Так, у нас есть карибу. Ситуация интересная. Давайте, наверное, сейчас попробуем поманить и того, и другого. И лося, и карибу. Кто придет, того и будем брать. А, на пятерочке у меня манка нету. Почему? А, я же снимал. Точно, точно, точно. В прошлой серии снимал. Быстренько ищем манок рога. Обязательно. На пятерочку ставим. И начинаем манить. Хорошо бы в этой серии хотя бы парочку золотых взять. Нам нужен бизон. Нам нужен медведь. С лисой, я думаю, придется повозиться. Потому что лиса противное животное. Манится плохо. Еще и надо найти, на самом деле, этого самца на золото. Тоже не так-то просто. Поищем. Напишите в комментариях, кто из вас где добывал лисичку золотую. Мне это пригодится. Я думаю, должен достать манок до карибу. Потому что стоят они до 140 метров. Манок у нас радиус действия. Давайте посмотрим. Дальность 200 метров. Вполне себе должен сейчас потихонечку начать манить карибу. Посмотрим бинокль. Вроде бы там какое-то движение. Да. Самочка. Пошла. Смотрим. Кто-то еще. Вижу рога высокие, большие. Возможно, самец. Так, потихонечку карибу подходит. Поэтому что? Поэтому мы с вами готовимся. И я вспомнил один такой момент интересный. Мы у трехстволки не тестировали полуоболочечный боеприпас. То есть экспансивный. У магнума протестировали. С магнумом все в порядке. У трехстволки боеприпас точно такой же, как у магнума. Абсолютно с идентичными параметрами. Но тестировать мы его с вами не тестировали. Поэтому сейчас смотрим, присматриваем себе трофей. Расстояние, конечно, очень-очень маленькое для какого-то правильного теста. С такого расстояния по-любому добудет животное этот боеприпас. Ты кто? Покажись. Воу-воу-воу, что-то у вас... А, вот он, тот самый троечка, да? Пробуем. Что у нас получилось? А получилось лажа. Почему? Потому что я стрелял в сердце. И мне не хватило пробивной способности этого боеприпаса, чтобы ранить. И нанести там хороший урон. Зацепить хотя бы легкое. Сейчас пройдемся по следу, посмотрим, что за городушка у нас получилась. Но городушка не очень. Я уже чувствую легкое ранение, кровопотери пока не наблюдается нормально и большой. Поэтому, да, придется сейчас побегать, к сожалению. Вот вам, собственно, и тест. С другой стороны, вполне себе нормально. Мы сейчас посмотрим траекторию пули и посмотрим на ее пробивную способность. Способна ли она вообще дойти до сердца. Но сейчас я буду бегать за этим подранком очень долго. Может быть, доберу его вторым выстрелом. Сейчас посмотрим. Что ж, найду, друзья. Мы с вами увидимся. Подранок найден. Бегал я за ним довольно-таки долго. Чего-то прям не хотел он ложиться, этот карибу. Но, друзья, здесь неподалеку рычал медведь. Причем рычал долго. Несколько раз предупреждение опасно. Нужно сейчас быть внимательным. Давайте немного осмотримся. Но прям где-то здесь, вот рядом, вот в этом лесу, буквально, может быть, метра сто, может быть, меньше. Смотрим. Вот о чем, собственно, речь. Что такое боеприпас софтпойнт? Так называемый полуоболочечный или экспансивный. В общем, называть его можно по-разному. Но, обратите внимание, никакой совершенно пробивной силы нету. То есть он завяз, где-то застрял там в начале. Животного практически там никуда не пролез этот боеприпас. В мягких тканях он остановился и до сердца не достал. Что это может значить? То, что не нужно этим боеприпасом пытаться, друзья, стрелять в сердце, в мозг. Опять же, немножко оговорюсь. Не всегда нужно. Иногда он может пробить, например. Возможно, здесь какие-то заложены там специальные скрипты, механизмы по пробитию. Как, допустим, в тех же танках там плюс-минус 25% там и так далее. Я не знаю. Это мое предположение. Я думаю, что нет, но кто его знает. Вполне себе может быть. Поэтому, если вы вдруг собрались брать бриллиант этим боеприпасом. Точнее, потенциальный бриллиант. Потому что не каждая максимальная сложность животного может быть бриллиантом. Но если вы вдруг собрались это сделать, и у вас полуоболочный боеприпас, подумайте лишний раз. Подумайте еще раз. И поменяйте на полимер. Мой вам совет. Потому что не всех животных возьмет полуоболочный боеприпас в сердце и в голову. Может произойти так, что пуля просто банально не достанет до сердца. Вот как сейчас произошло в моем случае с карибу. Так, ну что ж. Пока никого здесь я не вижу. Есть неподалеку здесь медведь. Может быть сейчас мы его посидим, поманим. Нам нужен медведь. Кричал здесь самец. Возможно будет хорошая сложность. Давайте попробуем поманить немного. Приманил одного медведя. Не уверен, что это был тот же самец, который кричал здесь. Потому что вышел этот медведь вот оттуда. Давайте сейчас я вам его покажу. Вот он. Расстояние где-то 150 метров. Не уверен, что это был тот же самец, который рычал на меня, когда я подходил к карибу. Но мы в любом случае будем его брать. Может быть нам повезет. Может быть. И получится из него хороший золотой трофей. Что ж. Берем наш рейнджмастер 338. Пристрелка на 150. И выстрел. Быстро без промедления. Полуоболочный боеприпас. Смотрим на результат. Все. Медведь добыт. Медведь упал. Отлично. Давайте немного еще посмотрим здесь. Пооздираемся по сторонам. Потому что места здесь медвежьи. На манок может прийти не обязательно один медведь. Могут прийти несколько. Определенно места очень интересные. Я даже не знаю, как нам с вами лучше поступить. Я бы, конечно, хотел перебраться на тот берег. Может быть мы это сделаем, например, при помощи вот этого опорного пункта. И просто пройдемся вверх. Посмотрим. Может быть пройдемся по этому берегу. Главное сейчас выйти хотя бы на какой-то более-менее хороший большой обзор. Чтобы оценить вообще, стоит ли нам идти по этому берегу дальше спускаться. Так, отлично. Медведь добыт. Я подозреваю, что там все с бонусами в порядке. Падение бонусов быть не может. Но только лишь серебро. Не дотягиваем мы еще пока до золота. Но ничего. Я думаю, что мы встретим своего золотого медведя рано или поздно. Это только лишь вопрос времени. К тому же я по ощущениям здесь начал немножко поздно. Надо было бы начать гораздо раньше. Смотрим. У нас здесь есть животное. По-моему, карибу, да? Да. Давайте осмотрим. И, по-моему, это наше... Нет, не наше стадо. Там у нас не было четверки. А здесь, посмотрите, довольно-таки... Хорошее количество самцов, да? Да. У нас две четверки, как минимум. Ну что ж. Не удался у нас выстрел. Нормальный, классный. Поэтому... Даже не знаю, как лучше поступить. Хорошо. Будем сейчас тестировать вот таким образом. Смотрим на дистанцию. Сокращаем до 150. Да, 190 метров. Далековато. И пробуем сейчас из трех стволки за 150 метров брать полуоболочечным боеприпасом. Давайте поставим метку, чтобы лучше нам с вами видеть, контролировать наше расстояние. Кстати, небольшой лайфхак. Я уже однажды про него рассказывал. Вот так вот, друзья. Определяете животного, на иконке ставите метку и спокойно контролируете вот это расстояние. Если вы играете, например, с пристрелкой, вам хотелось бы максимально точно попасть в животное. Вот таким образом. Меточка стоит. Вы прекрасно знаете, что ваше животное на месте. Можете периодически контролировать в оптику. Сдвинулось, не сдвинулось. Ушло, не ушло. В общем, как-то так. Способ вполне хороший. Я им пользовался тогда, когда у меня не было дальномера. Расстояние хотелось все-таки знать. Второй способ это по иконке курсора. Наводите курсор и смотрите. Там пишется расстояние. Но для этого нужно всегда включать карту, что тоже не очень удобно. Возможно, такой способ будет гораздо удобнее. Так, ну что ж. У нас с вами 150 метров. Довольно-таки удачная поза, я считаю, для полуоболочного боеприпаса. Поэтому пробуем. Смотрим. Сразу тут же пошло падение здоровья. И все. И трофей добыт. Вот так вот быстро и легко. Сейчас посмотрим, что там у нас с повреждениями. У этого трофея. Решил я не спешить, не торопиться поднимать трофей, потому что стадо начало потихонечку возвращаться. Я заметил. Решил немного посидеть под елочкой, поманить. В принципе, они практически все вернулись. Там у нас с вами есть еще одна четверочка. Есть вот такая симпатичная троечка темного цвета, темной какой-то расцветки. И еще есть одна четверка. Все же два трофея лучше, чем один. Поэтому сейчас мы выждем момент и добудем нашу четверочку. Вот он, к слову, стоит. Так. Проверяем расстояние. 130 метров. Отлично. То, что нужно как раз для... Для того, чтобы протестировать еще раз наш боеприпас. Стоп. Не спешим. Не торопимся. Нам нужна только боковая поза животного. Выстрел. Внимание. Я думаю, что он упал. В любом случае, он упал. Поэтому давайте сейчас подбираем двух этих карибу, добытых, и отправляемся дальше. Все-таки медведя в этой серии нам бы желательно добыть. Вообще, в серии, конечно, нужно выполнять несколько заданий. Одно, два. Ну, сколько будет получаться, конечно же. Потому что иногда ты пытаешься изо всех сил выполнить задания. На самом деле, вроде и трофея есть. Все хорошо. А задание тем временем не особо выполняется. Смотрим. Четверочка получается на серебро. Результат отличный. Результат такой же, как у магнума 7 миллиметров. Потому что трехстволка и магнум идентичные. Стволы по параметрам. Но немного все-таки магнум выигрывает. По расстоянию. Хорошо. Так. Здесь у нас тоже серебро. Но никаких потерь бонусов в 134 метра. Отлично. Где-то впереди я слышу воют волки. Но не они меня интересуют, а мы с вами, скорее всего, сейчас перелетим на тот берег. Мы сейчас делаем все по-хитрому. Перелетим вот сюда, в этот опорный пункт. Время перемотаем на очень-очень раннее. Где-то на часиков в 5 утра. Там у нас кто? Карибы. Карибы уже были. Поздновато я начал, к сожалению. Вот, четко прям. 5 утра ровно. Отлично. То самое время, которое нам с вами нужно. И давайте пройдемся где-то вот в эти места, вот в эти края. Поставим меточку. Вот так вот. 960 метров это не проблема. Особенно, когда есть такой волшебный инструмент, как монтаж, друзья. Вы даже не заметите, как мы с вами выследим следующий трофей. А вот и он, тот самый трофей, про который я только что вам говорил, что вы даже не заметите, как мы уже выследим следующий. Не было у нас еще пока интересного лося в серии. Вот он. Подходит троечка постепенно. Кстати, там у нас есть лисичка, двоечка еще. Но она нас не очень интересует. Смотрим. Расстояние у нас небольшое. Я думаю, что до 100 метров, наверное. Да, где-то в районе 100. Поэтому пристрелку ставим на 75. Продолжаем смотреть на лося. Вот он впереди. Еще немного его подманим. Образец не выдающийся, конечно. Прям совсем-совсем. Но для разнообразия трофеев в этой серии, я думаю, что никто не будет против, если я добуду этого лося. Так, у нас куда-то там маскировочка ушла. Вот, пришла. Опять ушла. Угу. Елочка такая, слушайте, не очень удобная. Кто-то, я смотрю, он завис и не подходит, этот лось. Маскировки-то нету. Так, ну что ж. Вот он лось. И его поза, конечно, не очень удобная для того, чтобы стрелять сейчас полуоболочным боеприпасом. Давайте ждать. Ждать. Выжидать. Выбирать более-менее подходящую позицию. Например, вот эту. Я думаю, что животное возьмем сразу, быстро. Скорее всего, много он не пробегает. Хотя убегает, друзья. Продолжает убегать. Посмотрите-ка, что интересно происходит у нас с вами. И троечка карибу там еще. М-м-м. А кто еще? Никого больше. Хорошо, смотрим. Видимо, ранение не самое лучшее, которое можно нанести полуоболочным боеприпасом. Да, потому что лось убегает довольно далеко. По идее, должен был бы уже где-то здесь рядом лежать. Но ничего страшного. Нам выследить его не проблема. Еще пока лося не нашел, но впереди тот самый тройка карибу. Поэтому его мы тоже возьмем. Трофеев много не бывает. Поэтому сейчас мы с вами внимательно посмотрим. Выберем нужную позицию и возьмем этого карибу. Упадет он гораздо быстрее от магнума, чем лось от 338-го. Как говорится, два трофея лучше, чем один. Мудрость от капитана очевидность. Друзья, подъехала к нам с вами в серию. Да, вот он лось, вот карибу. Но у лося, скорее всего, бонусы упадут ощутимо. Проверяем. Да, практически наполовину. Больше, чем наполовину, друзья, падают бонусы. Все-таки вот с такой позы... Да, стрелять опасно. Лучше, наверное, с такой позы стрелять полимером. Вот в эту область, вот сюда. Попадете в сердце. Ну или же, опять же, так же можно стрелять по диагонали в легкое. Цеплять одно легкое, цеплять остальные жизненно важные органы. Печень, желудок, кишечник и так далее. Полимер на это способен. Полуоболочечный, ну, видимо, не очень. Не очень у него это все получается. А вот с карибу проблем нет никаких. Попадаем мы... Даже как-то удивительно. На самом деле он не так-то... А, нет, так-то я он уже потом подвернулся немного. Точно-точно. Так, ну что ж, хорошо. Немножко разнообразили. Парочкой трофеев. Лосим, карибу. И продолжаем поиски классного трофея медведя на золото. Добежал я до того места, куда, в общем-то, хотел попасть. Да, действительно, ранним утром медведей очень много, друзья. Вот, посмотрите. Здесь стоит самка. Здесь стоит самка двойка. Дальше, если мы с вами посмотрим на тот берег. Эту самочку мы только что видели. Давайте немного присмотримся на этом берегу, какие есть животные. Стадо карибу. Вот оно. Там красавец лось у нас с вами. Здесь медведь и медведица. И где-то еще, по-моему, я видел одну самку. В общем, животных действительно много, но какая пока проблема. Из этих всех животных нету того самого. Того самого золотого медведя. Хотя бы семерочка, хотя бы восьмерочка. В общем-то, я знаю, где его искать. Мы с вами его видели в одной из серий, когда охотились на медведя. Видели его именно в тех краях лесных угодьях у переправы. Туда, может быть, мы с вами сейчас отправимся. Я еще не до конца здесь все осмотрел. Но просто взгляните, какой шикарный вид здесь открывается. Какой огромный этот мост. Как же выглядит он потрясающе круто на самом деле. С учетом того, что до него расстояние-то еще в 250 метров. Он уже смотрится. Какое-то, не знаю, исполинское, какое-то гигантское сооружение. А под ним чувствуешь себя не то, что карликом. Чувствуешь себя какой-то маленькой песчинкой. Где-то здесь еще бегал вроде бы лось четверочка. 545 килограмм. По-моему, вроде как это четверка. Но могу ошибаться. Опять же, я не слишком силен в этих цифрах веса животного. Так, у меня какая мысль. Сейчас, наверное, мы с вами перейдем за этот мост. И сходим вот туда. В ту сторону. Посмотрим, кто у нас там есть. Еще немного давайте здесь осмотримся. Может того самого лося я увижу. Может быть нет. Не знаю, пока не похоже, что здесь кто-то есть. Места определенно классные для охоты. Но для нашей с вами задумки пока не подходят. Что уж, продолжаем поиски золотого медведя. Перешел я за этот мост. Дальше прошел. На самом деле места шикарные для охоты, друзья. Трофеев. Какое-то огромное количество. Карибу. Стоят по берегам. Очень много медведей. Они большинство разбежались. Но вот здесь стоит самочка. Одна самочка куда-то убежала еще. Там по-прежнему где-то стоит самочка. Вот здесь за опорой моста. Ее было видно. Но вы знаете, мне здесь приглянулся один интересный трофей. Посмотрите на рога вот этих карибу. Вот этого и вот этого. Посмотрите, какие гигантские, огромные рога. Красивейшие. Давайте попробуем добыть одного из этих животных. Мне просто интересно его взять. себе, так скажем, как будущий трофей. Как чучело для нашего трофейного дома. Вот эта самка уже который раз. Непонятно чего от меня хочет. Я на самом деле немного опасаюсь. Конечно же. Потому что поведение у нее максимально странное. Да-да-да. Предупреждающая стойка. Нужно сейчас быть максимально внимательным. Она сейчас постоит, подергается. Вот так отбежит. Да, так и происходит. Не решается напасть, что собственно нам на руку. Так, смотрим. У нас с вами есть вот этот карибу. Хорошо. Лежачее положение. И сейчас мы с вами... Напрягаешь ты меня, самка, отойди. Сейчас мы с вами поменяем боеприпас на полимер. И попробуем взять этого карибу из магнума 7 миллиметров. Полимерным боеприпасом. Серьезно, ну ты уже в упор ко мне подошла. Ну хорош. Уходи. Уходи, сейчас подстрелю. Ты что, не видишь меня? Серьезно? Вы знаете, я на самом деле упускаю сейчас хороший трофей. Потому что у нас проблемы. Хьюстон. У нас проблемы в виде медведя-гризли. Который подошел ко мне на расстояние, я не знаю, метров 10 уже, да? Что же будет дальше? Мне просто интересно. Вот на самом деле, друзья, кто говорил о том, что из лука медведя тяжело добыть. Пожалуйста, вот он. Стреляй. Не хочу, как говорится. Так. Ладно. Продолжаем. Продолжаем наш разговор. Нашу охоту. Чет как-то все. Немножко не так. Смотрим, какой из них поинтереснее. На самом деле, они, по-моему, одинаковые. Я сменил боеприпас, но ничего страшного. Мы сейчас с вами протестируем магнум 7 миллиметров. Полимер в легкое. Давайте попробуем добыть вот этого карибу. М-да. Падает, конечно, он гораздо быстрее. Гораздо быстрее падает, чем. Вот еще один интересный трофейчик. Да, у нас четверочка. Посмотрите, карагат, какие классные. Так, ну что ж. Хорошо. Отвлеклись немножко мы от поисков золотого медведя. Не знаю, друзья. И даже если мы не найдем его в этой серии, я думаю, что ничего страшного в этом нет. Нет трофеев предостаточно. Охота интересная, увлекательная, классная. Поэтому сейчас мы быстренько поднимем карибу. И все-таки я, наверное, сейчас еще раз рискну и смотаюсь в лесные угодья у переправы. Там мы с вами охотились уже однажды. Первый раз охотились на медведей. Попробуем поискать в тех краях золотого медведя. Мигает впереди трофей, но помимо трофея, друзья, я вижу еще там несколько животных. Несколько карибу. Пока только лишь самки. Вы знаете, на самом деле, спешить нам некуда. Спешить мы не будем. Охота у нас в любом случае идет. Все у нас получается. Поэтому, если сейчас будет возможность, я добуду еще кого-нибудь из этого стада. Еще какого-нибудь интересного самца. Вот, я уже вижу эти гигантские рога. Они практически на уровне здесь. Кустов и деревьев выглядят так. Ну что, карибу выстрел в сердце. Да, не очень получился на самом деле выстрел в сердце. Но ничего страшного. Мы этого самца тоже выследим. Высоковато я взял. Плюс 75 метров пристрелка. Животное находилось гораздо ближе. Стоило бы мне, наверное, отключить прицел. Но ладно. Получилось как получилось. Да, действительно, трофей интересный. Очень красивые рога. Рога большие. Но, наверное, у пятерочки все же рога будут поинтереснее. Покрасивее. Сделаем чучело из него. Пригодится. И отправимся на поиски. Второго нашего подранка с несмертельным ранением. Это уже хорошо. Это лучше, чем легкое ранение. Есть на что надеяться. На более скорейшее падение животного. Так, ну что ж. Выбираем правильный след. И отправляемся искать наш трофей. Для несмертельного ранения пробежал этот самец. Что-то как-то по моим прикидкам много. На самом деле я рассчитывал, что он упадет гораздо раньше. Давайте посмотрим. Обычная расцветка. Тоже довольно-таки интересные рога. Я думаю, что и из него мы с вами тоже сделаем чучело. Вообще Аляске посвятим отдельный трофейный дом. Но это тогда, когда мы с вами отправимся на трофейную охоту. Может быть мы это сделаем на стримах. Может быть в серийном контенте. Я еще пока не решил. И давайте посмотрим. Проанализируем наш выстрел. Ну вот вы знаете, после этого. Серьезно. Ну вот после этого. Я не поверю. Что я не попал в сердце этому животному. Ну вот посмотрите. То есть мне игра не просила какую-то там долю миллиметра. Понимаете? Но при этом я умудрился повредить желудок. То есть минуя легкое. Минуя все. Ну правильно. Легких два. Между ними есть. Возможно небольшой промежуток. Да? И как раз пуля прошла между двух легких. Попала в желудок. Но при этом не попала в сердце. Я думаю может быть я там косанул. Да? Глаз. Уже замылился у меня. Нет? Все с глазом в порядке. Стрелял я туда куда нужно. Что ж. Давайте мы с вами отправимся в лесные угодья у переправы. И попробуем найти там золотого медведя. Перемещаемся в нашу палатку. Мне она будет более удобна здесь для охоты. На этой стороне. И что мы с вами видим? Посмотрите какое количество здесь уток. А ну троечка. Ты здесь? Троечка выходи. Где ты там? Нет. На самом деле довольно сложно. Но сейчас вот смотрите с этого налета. Кстати еще не все. Вы посмотрите. У нас продолжается. Продолжается отлет. Каменушек на югах. Хорошо. Ну вот что самое интересное. С этого налета можно спокойно было взять ну с десяток. Если бы у нас с вами было подходящее вооружение. Я сейчас высматриваю на всякий случай здесь троечку. Нет. Нет. Она летает в этих краях троечка. Но пока видимо не настало. Не настало ее время. И мое время тоже не пришло. Смотрим. Двойка медведь у нас. Так. Каменушки есть еще в тех краях. Хорошо. Присмотримся немного сейчас здесь. Может быть даже я сейчас перемотаю время. Это такой первый осмотр у нас. Насколько позволяет нам видимость и бинокль. Давайте попытаемся здесь посмотреть. Но что-то мне подсказывает. Что время наверное перематывать придется. Потому что. Да. Потому что скорее всего уже поздновато. Начинать надо часиков в 5 утра. Что мы собственно с вами сейчас и сделаем. Что ж друзья. В этой серии удача на нашей стороне. Я выследил. Выследил. Не знаю уж того или другого. Мифического медведя. Вот он впереди. Красавец стоит. Будем брать друзья. Ну будем брать мы его. Полимерным боеприпасом. Вот как раз та самая ситуация. Про которую я вам говорил. Когда. Высокоуровневый трофей. Все же лучше гарантировать себе. Полимерным боеприпасом. Потому что сейчас полуоболочечный. Может сделать все что угодно. Тем более с такой позы животного. Не очень удобно. Сейчас стрелять. Стоит он каким-то полубоком. Непонятным. Что ж. Давайте посмотрим сейчас на расстояние. Расстояние 170 метров. Я думаю что в принципе. То что нужно. Занимаем лежачее положение. Для максимально точного выстрела. И что я хочу вам сказать. Вот как только я перемотал время. Я дошел вот отсюда. Вот здесь наша палатка. Я дошел сюда. То есть расстояние прошло внушительное. На самом деле. Приличное. Животных какое-то колоссальное. Здесь количество медведей. Просто немерено. Вот немерено. Куда ни посмотри. Везде медведь. Смотрите. Я вам не вру. Действительно так и есть. Куда ни посмотри. Везде медведь. Вот медведь. Вот медведь. Это я просто сейчас. Даже я не знал что они здесь есть. Вот эти медведи. Абсолютно не готовясь. И вам показываю что. В этих краях медведей водится. Какое-то действительно огромное количество. Так. Я вижу нам немножко закрывают текстурки. Поэтому. 150 метров ставим пристрелку. И попробуем сейчас добыть этого мифического медведя. Надеюсь что у нас с вами все получится. Производим выстрел. 50-75-25-50. И да. Трофей падает. Отлично. Красивейший трофей должен быть практически максимальная сложность. Я напоминаю что максимальная сложность у медведя это девятка. Восьмерка это практически. Ну практически бриллиант. Но не бриллиант. Друзья. Конечно же нет. Но скорее всего золотой. Должен быть. Потому что потери бонуса никаких быть не должно. Но сейчас мы с вами в этом убедимся. И однозначно мы делаем из него чучело. Мы еще ни разу не добывали мифического. Видел я его однажды. Но решил не брать. Упустил. И потом так и не нашел его. Посмотрим. Ох какой красавец. Смотрите прям черный. Красивейший гигантский медведь гризли. Да. Действительно тот самый выстрел который я хотел произвести. Я хотел зацепить ему и печень. Получилось да. Ну желудок, печень, что нибудь еще. Кроме легкого. Дополнительно. 937 друзья. Да. На самом деле 13 очков. И этот медведь мог бы стать бриллиантом. Но нет. Мифический никогда не может быть бриллиантом. То есть не максимальная сложность. Как впрочем и максимальная сложность друзья не всегда может быть бриллиантом. Отлично. Получаем золото. Долгожданный золотой медведь добыт. Ура. Круто круто. Да. Получаем по заданию еще один выполненный пункт. Отлично. Ну что ж друзья. Прекрасно мы с вами поохотились в этой серии. Немного еще выполнили. Один пункт из задания золотая лихорадка. Это хорошо. В следующей серии мы с вами отправимся на поиски золотого бизона. И если повезет конечно же добудем золотую лисицу. Спасибо что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. В комментарии обязательно пишите ваши мнения, советы, пожелания. Любые предложения друзья. Все рассмотрим. Все обсудим. И увидимся в следующей серии. Пока пока.